В преддверии 74-й годовщины празднования Великой Победы Тихоокеанское телевидение начинает выпуск сюжетов о героях Великой Отечественной войны. Наша съемочная группа побывала в гостях у Антонины Даньшиной, участницы обороны Ленинграда. 22 июня 1941 года жизнь всех людей в нашей стране резко изменилась. Началась война. Прежние планы оказались перечеркнутыми. Боль, голод, смерть пришла тогда практически в каждый дом. Особенно страшными и тяжелыми оказались годы войны для ленинградцев. Блокада Ленинграда – это самая страшная осада города в военной истории человечества. Трудно представить и поверить, что цветущий сейчас Санкт-Петербург блокадные годы был погружен во тьму, голод и страх. Жительница нашего города Фокина Антонина Михайловна Даньшина никогда не отказывается от встречи, чтобы рассказать всем, кто неравнодушен, кто знает и понимает фразу «Если мы войну забудем, значит вновь придет война». Антонина Михайловна, когда началась война, жила в Ленинграде. На тот момент она окончила семь классов. Впереди у нее, у 14-летней девочки были планы, мечты и цветущее лето. Конечно, вспоминая сейчас тот день, кажется, что это все было как в страшном сне. Сначала теплое солнце, красивый таврический сад, музыка, вальс, а потом в один миг все переменилось. Что-то как-то мне дико показалось, думаю, что так мало людей и молодежи мало, а военных вообще раз-два я пчелся. И подходят два паренька военные, и заиграл вальс. Он говорит, защите вас, как сестренок, пригласить на танец. Ну, танцевать мы умели, потому что в школе нас учили, это у нас был кружок, там все. И мы только начали. И вдруг распахивается дверь, в этом павильоне на улицу, и бежит народ, слезы качатся, а не к выходу. Что такое? Война. Большая дружная семья жила в Смольнинском районе Ленинграда. С мамой, с бабушкой и с братьями. Но жестокая война разлучила их. На всех домах висели эти рупоры, или как их называют. Объявили, Молотов говорил, министр и на странах дел, о том, что началась война с Германией. Ну, мы, конечно, тоже все танцы, какие тут танцы, все по домам. Пришли домой. У нас бабушка, папина мама была, варила обед. И тоже фаршечком выстирает слезы. Тоже уже ей известно, у нас репродуктор такой был, приемничек. И она говорит, ну, детки, война – это страшное дело. 4 сентября на Ленинград упал первый снаряд. А два дня спустя за ним последовала первая бомба. Начались артобстрелы города. Ленинградцы от мала до велика встали на защиту города. Антонина Михайловна рассказывала о том, как им приходилось прятаться в бомбоубежищах. Как гул и свист самолета внезапно врывался в чистое небо. Как им приходилось, будучи совсем еще детьми, защищать свои дома от бомб. Нас бомбили. Из дальнобойных били орудий. И нас, вот молодежь, стали призывать дежурить на крышах. Если вдруг сбрасывают зажигательные бомбы, то их нужно сбрасывать, чтобы не было пожаров. А на чердаках каждого дома стояли бочки с песком. В случае чего туда вот бежали и засыпали. И как раз вот такой случай в нашем доме произошел вскоре. Во дворе, значит, несколько мужчин было. Это те, которые не призывались по каким-то делам военным. Ну, и ребятишки, девочки, мальчики, всякого возраста. И вы знаете, вдруг мы слышим гул самолетов. Ну, такой страшный. И становится все темнее и темнее. Они летели прямо, знаете, друг с другом почти. И сбрасывали прямо ящиками зажигательные бомбы. В наш двор упало 8 бомб. Тревоги бесконечные. Вот хоть не выходи здесь за бомбы убежища. И среди такого солнечного дня тревога. Ну, конечно, спустились. Там уже у нас специально не было, как вот теперь делают убежище. Там специально все. А это обыкновенный подвал, там, где дрова. У нас печное отопление было раньше, в основном в Ленинграде. Это сейчас там все. Тоже и горячее, и холодная вода, и паровое отопление. Все сделано. После войны уже это сделали. И вот мы в бомбу убежища спустились, когда тревога, и услышали вскоре такой грохот. Мы так и подумали, что нас засыпало. Дом не разрушился, а мы под землей остались. А когда тревога кончилась, мы вышли. Нет, дом наш целый. Осада Ленинграда вызывала сильнейший голод. Голод привел к гибели до полутора миллионов людей, не считая тех, кто погиб при эвакуации. Люди, пока у них еще оставались силы, выстаивали длинные очереди за едой. Порой стояли целыми сутками на пронизывающем холоде. И нередко возвращались домой с пустыми руками, переполненным отчаянием. Бомбить нас в первую очередь бомбили, что склады, бодайские склады у нас так назывались, продуктовые. Они на несколько километров тянулись. И там, знаете, что они разбомбили, все сожгли. Так сахар, он плыл, черный такой, и плыл. Так ходили мы с бетончиками туда, собирали вот прямо ладошечками. Хоть, знаете, вот разведешь с водичкой, и то непростая вода вроде. Все-таки какой-то продукт только сгоревший. 125 грамм хлеба иждивенцу, и 200 грамм взрослому. И больше ничего, кроме соли. Соли сколько хочешь. Тогда карточки сразу выдали. Соли... Так некоторые, знаете, вот с этого голода есть хочется, так они соль. Или воду наведут покрепче. Им кажется, что-то в желудке есть. Не было не только питания. Вода тоже стала недоступной, поскольку водопроводные трубы замерзли, а насосные станции были разбомблены. Жители города пробивали лунки в замерзшей Неве и черпали воду ведрами. Без воды пекарни не могли печь хлеб. В январе 1942 года, когда нехватка воды стала особенно острой, несколько тысяч человек, сохранившие достаточно сил, выстроили живую цепочку, передавали из рук в руки сотни ведер с водой. Просто, чтобы пекарни заработали снова. Было очень тяжело. И с каждым днём всё хуже, хуже и хуже. Воды у нас никакой не было. Даже холодной воды не было. Мы ездили на Неву. Нева от нас, ну, где-то остановки две с половиной. Конечно, пешком. Никакого транспорта, никакой транспорт не работал. И вот мы берём саночки, берём ведёречко. Несколько человек так всегда собирались так, со своего двора. Ну, где здесь площадки мы жили, там тоже любительщики были. И вот туда приезжали, а берега-то всё равно немножко отлогие такие, да? И когда воду достают, а как её оттуда достать? Верёвкой привязывают, её тянут, оплескаются, и вместо ведра мы привозили полуведёречко. Это только для того, чтобы скипятить его с этим кусочком хлеба весь обед, и ужин это, и завтрак, и всё. Больше ничего. И были такие дни, что вообще не было хлеба. С болью и волнением Антонина Михайловна вспоминает ту другую жизнь, в которой остались её близки. Мама, бабушка, любимый брат, который так мечтал стать музыкантом и артистом. Но война не щадила никого, отнимала жизнь, силы, но только не веру, веру в победу. Терпели, терпели, и всё утром вставали, холодно, спали мы втроём. Мама моя спала со средним братиком моим, а бабушка спала с дочкой. Она на годик ещё помоложе меня у бабушки была, а остальные были на фронте мужчины. Это был дядя Петя, потом Федя, Николай. Вспоминаю, что всё... Конечно, вспоминаю и рассказываю, потому что некоторых интересует... Некоторых не интересует это. Многих. Они как-то не понимают, что ли, что это такая страсть была. Ужас такой был. Память не имеет срока давности. Забывать войну нельзя. Невозможно. Пока мы помним и чтим своих прадедов, завоевавших победу в той страшной войне, мы сможем передавать своим детям высочайшие ценности. Патриотизм и любовь к своей родине.